Доброго времени суток, с вами Данила Рыжкина, данный выпуск про секс, а точнее про сексуальное образование, ведь так он и называется. И в данном выпуске я хотел бы затронуть по мне очень важную тему, ведь в последние несколько лет в СМИ и в интернет-новостях мы видим следующее, что сотрудники МВД изнасиловали сотрудницу МВД, то, что трахнули Диану Шурыгину, то, что устроили секс на танцполе ночного клуба, при всех, то, что люди беременеют в 16, в 15 и в 14 лет. И я считаю, что этому всему есть причина. И одна из причин, основных причин, это, опять же, плохое сексуальное образование и несерьезное отношение к половому акту. Ну и в данном выпуске я хотел бы разобрать как раз вопрос, нужно ли сексуальное образование в школе, или этим должны заниматься родители, или вообще этого не должно быть, и люди всему сами научатся, бегая по двору. Поэтому не переключаемся, смотрим до конца, будет интересно, а в конце выходим на диалог. Ну а сейчас свет, камера, мотор! Итак, вы просмотрели заставку, это уже хорошо, значит готовы слушать меня. Ну и для подчеркивания серьезности данного выпуска я надену очки. И буду выглядеть как учитель-педофил, но об этом попозже. Итак, относительно сексуального образования, нужно ли оно в школе, должны этим заниматься только родители, или этим должны заниматься подростки, то бишь гуляя, бегая, изучая в интернете и так далее. Я считаю так, и вы со мной сможете поспорить в комментариях, я считаю, что сексуальное образование обязательно должно быть в школе, в средних классах, должно быть в школе, в старших классах и должно быть на первых курсах, ну на первом курсе института. И сейчас объясню, почему именно так. Смотрите, образование должно, естественно, строиться от элементарного объяснения, что такое секс и для чего он нужен. Впоследствии должно размусоливаться, какие последствия могут быть. Вы можете получать удовольствие, вы можете забеременеть, или вы можете заразиться всякими болячками, которые, возможно, впоследствии вас убьют. И понятное дело, что на первом этапе данного образовательного процесса, то бишь в средних классах, человеку нужно преподавать, что вот есть секс, он для того, чтобы рожать детей. Вот, то есть он есть и у зверей, и у людей, ну и типа у растений. В дальнейшем, уже в старших классах, когда дети уже знают про секс, они уже смотрели порно, им нужно более детально объяснять, что может быть, если вы просто так занимаетесь сексом, если вы хотите из-за желания кого-то изнасиловать и так далее. Ну и то же самое, только уже с более глубокой точки зрения, нужно преподавать на первом курсе института. И обязательно объяснять, что есть секс, а есть любовь, потому что многие люди, действительно много людей, и я знаю таких людей, они путают понятия секса и любви. Ведь нужно объяснять человеку, что секс это лишь влечение вашего полового органа, это взрыв гормонов и желание распространить рот. А любовь это влечение к человеку из-за эмоционального фона, из-за привязанности к его каким-либо хобби, к его интересам, из-за того, что он проявляет вам знаки внимания и так далее. Я, конечно, могу это объяснить покрасивее, но пусть этим занимаются как раз преподаватели. Поэтому я считаю, что сексуальное образование обязательно в школе. И почему я не затрагиваю тему относительно сексуального образования в домашних условиях? Потому что я прекрасно знаю, что есть много людей, для которых тема секса это больная тема, Они занимаются сексом только ради того, чтобы завести детей, и все, для них это неудобная тема. И, естественно, они не будут общаться со своими детьми про секс, про трахоеблю, про половой акт. И поэтому в школе обязательно должны объяснять. И уж если у ребенка в школе возникнут вопросы, он тогда придет домой и задаст вопросы, на которые не смог ответить учитель, своим родителям. И вот тогда уже они начнут разруливать данную ситуацию. А относительно другого образовательного момента по типу улицы, интернета и так далее, здесь запрещать ничего не надо. Если ребенок нашел, просто объяснить, если у него возникли вопросы. Если дети бегают и они это обсуждают, пусть бегают и обсуждают. Так и должно быть. И тогда вырастет нормальный человек. Нормальный человек, а не тот, который подумал, что любил, а на самом деле хотел трахаться, потом потрахался, потом у него родился ребенок, потом он влез в долги, потом ребенок вырос. И из-за того, что были долги, у него была плохая жизнь, и он срывается на ребенке, а ребенок потом будет жить такой же жизнью. И нахера такие люди? Жить надо в удовольствие. Так? Так. Вот. Поэтому я считаю, ну, то, что и сказал до этого. Повторяться уже не вижу смысла. Но я также прекрасно понимаю, что меня смотрят другие люди, хоть у вас и немного, но у вас есть своя точка зрения. Если вы согласны с моей, прям пишите в комментариях. Да, согласен. Если не согласны, также пишите в комментариях. Если это конструктивно, а не просто хейт, то я отвечу, и мы выйдем с вами на диалог. Потому что в диалоге и есть смысл. Истина находится только так. Ну, а если вам понравился данный ролик, и вы еще не подписаны на канал, то подписывайтесь. А если подписаны, то распространяйте. Да и даже если не подписаны, распространяйте. Ставьте лайки, обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски и смотрите предыдущие. Там тоже много чего интересного говорим. Ну, а на этом все. Пожалуй, все. С вами был, если будет всегда, Данила Рыжкин. Самый субъективный бородач на всем ютубе, во всем интернете. Не будьте нормальными, будьте рациональными. Всем спасибо. Всем дизлайк. Субтитры сделал DimaTorzok